Да, сочинение по-настоящему удивительное, в нём русская народная тонация и могучий заряд оптимизма. И салют в честь вступления в должность в основании России. Славься, в отработке Макарова регулярно играли на парады в оркестровом варианте, как торжественный марш. Звучала эта музыка и во время грандиозного парада победы 24 июня 1945 года. Тогда звук и военный оркестр, состоящий из 1400 музыкантов, вышел на сети в площади и грянул «Славься, русский народ!» Штандарт Президента на ваших экранах, наверное, на всей Красной площади на территории Крепля. И за его пределами я слышал этот грохот артиллерийских кораблей, артиллерийских залпов. Это тоже традиционная часть торжественной требования вступления в должность президента России. Президентки Штандарт всегда поднимается над резиденцией главы государства, когда он там находится. Вернее, это его дубликат. А Штандарт сам в единственном экземпляре всегда находится в кабинете президента. Глава государства выступил с речью, где отметил, что сейчас, в наше время, мы держим ответ перед нашей историей, нашими предками. Говорил я о новых перезонтах России, устойчивости к вызовам и угрозам нашей гибкости, о атмосфере в обществе, о наших ценностях и о том, какое в будущем ждет нашу страну. Дамы и господа! Просим вас оставаться на своих местах. Внимание на экраны. Сейчас на Соборной площади состоится церемония представления президентского полка президенту Российской Федерации, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину по случаю вступления его в должность. Ну и сейчас еще мы видим внутреннее убранство Большого Кремлевского дворца, его залы, Георгиевский, Андреевский зал и Александровский, где собрались гости. И впереди буквально через несколько минут начнется вторая часть торжественной церемонии – смотр президентского полка на Соборной площади. Мы видим, что вот в Георгиевском зале и в других двух залах Большого Кремлевского дворца установлены специальные экраны. Именно благодаря им гости в Большом Кремлевском дворце смогут увидеть все мельчайшие детали торжественной церемонии. Солдат-кремлевцев мы сегодня рассмотрели во всей красе во время выноса флага и знака Владимира Путина, Конституции во время всех этапов торжественной церемонии. Но на этом она не заканчивается. Так что на Соборной площади совсем скоро увидим ее вторую часть – смотр солдат президентского полка. Да, мы видим гостей церемонии. Мы видели председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева. А сейчас видим Соборную площадь Кремля. Именно здесь произойдет церемония представления президентского полка вступившему в должность верховному главнокомандующему, которая, по сути, венчает инаугурацию главы государства. Ну вот и снова гости торжественной церемонии Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин. Если в первой части нашей церемонии фокус внимания был на Большом Кремлевском дворце, то сейчас он сместится на Соборную площадь. И вот прямо сейчас на ваших экранах глава государства идет по так называемому «белому коридору». Рядом с Владимиром Путиным глава службы безопасности президента. Пока мы находимся еще в Большом Кремлевском дворце, но совсем скоро окажемся на Соборной площади. Она сегодня, безусловно, один из главных центров притяжения. И президентский полк уже готов представиться только что вступившему в должность главе государства. Итак, белый коридор Большого Кремлевского дворца, прямой эфир. Буквально через несколько секунд Владимир Путин выйдет на Соборную площадь Московского Кремля. Президенту предстоит пройти через Грановитую палату. Это тоже историческое место. Она была построена специально для различных торжественных церемоний. Здесь собирались Боярская дума, здесь же проходили земские соборы, начиная от эпохи Ивана Грозного и заканчивая временами Петра. В залах палаты устраивались празднества в честь взятия Казани и победы над шведами под Полтавой. И, разумеется, перы по случаю коронации российских государей бывали здесь же. В советские годы палата также использовалась для разных протокольных мероприятий. Итак, сейчас мы видим как раз те самые святые синие. Они получили такое название, потому что стены украшают многочисленные сцены из Святого Писания. Как мы говорили, рядом с Владимиром Путиным начальник службы безопасности коротко о чем-то переговорили. И вот сейчас все в ожидании второй части торжественной церемонии. Красное крыльцо Грановитой палаты на ваших экранах. Мы видим Грановитую палату снаружи. Называется она так, вот вы видите по фасаду, из-за специфической обработки камня. Граненым камнем обработан фасад этого здания исторического. Но вообще еще в середине 15 века Грановитая палата стала своеобразным аудиенц-залом, необходимым для повышения статуса русской столицы. Просторная, площадью около 500 квадратных метров, она стала первым большим построенным в европейском стиле зданием Московского Кремля. Свою историческую функцию она выполняет уже более пяти сотен лет. Ну и сейчас входит в комплекс Большого Кремлевского дворца, который, как все знают, является правительственной резиденцией президента. Здесь проходят встречи зарубежных лидеров, церемонии награждения и другие события особой значимости. К смотру президентского полка все готово. Снова на ваших экранах та самая лестница, знаменитая Святые Синие, Красное Крыльцо. Ну а парадные расчеты уже заняли свои места на Соборной площади. Итак, Владимир Путин, на ваших экранах. Президент спускается по ступеням Красного Крыльца, чтобы принять смотр президентского полка. Полк. Смирно для встречи с фронта на крат. Товарищ президент Российской Федерации, президентский полк, в честь вступления в должность президента Российской Федерации построен. Командир президентского полка, полковник Сурайкин. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, полковник президента Российской Федерации! Поздравляю вас с 88-й годовщиной со дня образования полка. Ура! 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 Полк, кноп, геп. Поняли? Поздравляю вас с 88-й годовщиной. Полк, смирно! Торжественному маршалу! Воротно! На одного линейного дистанции. Направо! На плеп! Чоп! Равнее направо! Шагом! Марш! Ну и продолжим рассказ о том, что представляет собой президентский полк. Часть эта без преувеличения уникальная. Элита-элита. Создана она была 88 лет назад. Ее главная задача – обеспечение безопасности первых лиц государства. Охрана объектов Московского Кремля. Его военнослужащие участвуют в воинских ритуалах, протокольных мероприятиях на высшем уровне. И стоят в карауле у вечного огня на могиле неизвестного солдата. А с 2000 года они задействованы в церемонии инаугурации президента, вернее вступления в должность президента и носят в зал государственные атрибуты и символы президентской власти. Часть входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы. Подчиняется полк непосредственно президенту. Ну и, конечно, интересно рассказать, что в рядах кремлевцев только те, кто прошел жесточайший отбор. Требования, можно сказать, суровые, особые. Рост от 170 до 190 сантиметров. Образование не меньше 11 классов школы, причем с хорошей успеваемостью. Также необходимо иметь отменное здоровье на военно-медицинском языке. Соответствие президентскому стандарту звучит как модность А наивыше. Да, наверное, не стоит говорить, что судимые или состоящие на учете в полиции к службе в Кремлевском полку не допускаются. Службу по призыву в президентском полку проходят молодежь большинства регионов нашей страны. Ну и вот еще интересная деталь. Солдаты президентского полка наряду с уставами учат наизусть и башни московского Кремля. Любой без запинки должен назвать все их по часовой стрелке и обратно. Это касается и кавалеристов почутного эскорта. Сегодня мы их тоже увидим. А полк с боевой историей между тем. Имена военнослужащих этой части вписаны в летопись Великой Отечественной. С первых дней войны они защищали Кремль от налетов немецкой авиации и охраняли особо важные объекты столицы. На Кремлевской стене установили круглосуточное дежурство боевых расчетов. А в 1942 и 1943 годах на Западные и Волховские фронты из состава кремлевцев были направлены 4 группы снайперов, которые уничтожили более 1200 фашистов. За время Великой Отечественной полк потерял 97 человек. В параде победы он участвовал под боевым красным знаменем, которое было вручено ему в 1944 году. Ну, конечно, как все военнослужащие солдаты президентского полка живут по армейскому уставу и проходят боевую подготовку, Особое внимание уделяется физической форме. Ну, вот, чтобы так играючи жонглировать карабином Симонова весом 4 с лишним килограмма, нужны месяцы упорных треуг. Ну, и, конечно, безупречная строевая подготовка. И форма кремлевцев. Это прежде всего погоны василькового цвета с двумя золотистыми буквами «П» и нагрудный металлический знак в виде креста с кремлевскими зубцами по краям и перекрещенными топориками посередине. Ну, и, конечно, все задачи кремлевцы выполняют в любую погоду. Посмотрите, какая выдержка, какая стать. Ни один мускул не дрогнул. И это несмотря на то, что в Москве сегодня прям-таки зимняя температура. Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Действительно, национальный лидер, наш национальный лидер пришел к финалу этих выборов с беспрецедентным результатом, историческим результатом. Новейшая история не помнит таких результатов. Это закономерно, потому что Россия сейчас переживает важнейший переломный момент в истории, причем не только своей, но и всего человечества. На кону наше будущее, будущее наших детей. Мы прекрасно понимаем, какая нагрузка и какая ответственность лежит на нашем национальном лидере, на нашем верховном главнокомандующем и на каждом из нас. Именно поэтому рекордная явка и более 80% поддержки, 87% поддержки. Тот самый кавалерийский эскорт на ваших экранах. Ну и так, мы видели, как прошел смотр президентского полка, но на этом церемония не заканчивается. Мы по-прежнему находимся на Соборной площади, в самом сердце Московского Кремля. Она занимает центральную часть Боровицкого холма и считается древнейшей в столице. И прямо сейчас вы видите, как Владимир Путин поднимается по ступеням Собора. Благовещенского Собора, где Патриарх Московский. Дамы и господа, торжественная церемония завершена. Спасибо за внимание. Итак, сейчас Патриарх отслужит благодарственный молебен. Мы оставляем президента в храме. Итак, главное событие, за которым наблюдала вся страна и весь мир, состоялось. Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Страна всплотилась вокруг своего президента. Страна собралась и готова идти вперед, не давая в обиду наших людей, не уступая ни пяде родной земли к нашей победе и нашим победам, которые будут не только на поле боя. Об этом Владимир Путин говорил и в своей речи после вступления в должность и обращался буквально к каждому гражданину нашей страны. Но еще, наверное, стоит сказать о том, что дальше. Итак, на ваших экранах Патриарх Московский и всея Руси. Невероятно красивое внутреннее убранство. Итак, благодарственный молебен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. молитвы, дабы Господь помогал вам во всякой жизни вашей достойно возглавлять Великое Отечество, Русь Святую, проходящую также сегодня через не самый легкий период своей истории. Благословение Божие, покров Царицы Небесной, дабы пребывает с вами во вся дни жизни ваших до скончания века, как мы говорим. Ну, и с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и был означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение Родине. Этот старинный образ я хотел бы вам прочить. Благословение на вашем роде, вашем жизни. Итак, в Благовещенском соборе патриарх Московской Вся Руси дал свое патриарше и человеческое напутствие Владимиру Путину после его избрания на пост президента. И, наверное, это был самый сакральный, личный момент сегодняшней церемонии. Мы благодарим всех наших зрителей и спасибо, что разделили с нами это время, были с нами во время трансляции. Для вас сработали Эрнест Москевичус и Екатерина Березовская. Всего доброго. Всего хорошего.